и снова здравствуйте мои дорогие подписчики гости канала все те кто даже зашел случайно всем большой привет сегодня у вас у нас на обзоре как вы уже поняли из названия будет toyota rav4 второго поколения о котором мы с вами поговорим чуть позже вот так же что хотелось бы представить у нас сегодня гости нашего обзора из этого семейства о которых мы упомянем в нашей страничке истории это первое поколение которое с мягким верхом будет хотя бы колеса его видеть маленькая и третье поколение рестайлинговая уже вот о котором также мы можем поговорить чуть позже оставляйте в описании свои пожелания будем ли мы делать на них обзоры в ближайшем будущем ну а так уже там как повезет повезет пораньше сделаем не повезет когда-нибудь да и сделаем в любом случае про них мы не забудем сегодня вот наш виновник торжества там сидит из киндера не пассажир но водитель довольно таки смотрится там так ладно давайте у нас по традиции страничка истории то чуть попозже мы поговорим о этом автомобиле точнее даже о его модели поехали в историю 1989 году на токио мотор шоу компании тойота был предоставлен концепт-кар прообраза будущего раф-4 сочетание характеристик комфортного легкового автомобиля и внедорожника молодежного стиля на том же токийском автосалоне в девяносто третьем году был показан уже готовый выпуску раф-4 который концептом имел мало общего тем не менее идея восемьдесят девятого девяносто третьего года создание выпуска внедорожника для активного отдыха прослеживается после женевского автосалона в девяносто четвертом году начались продажи этого автомобиля первое поколение позиционировалась компания тойота как молодежный автомобиль для активного отдыха отсюда и происходящее название reaction active vehicle цифра 4 указывает на постоянный полный привод первое поколение раф-4 было создано на базе тойота селика gt-4 производство был запущен кузов с тремя дверями с девяносто пятого года начался выпуск пяти дверных кузовов на автомобиль устанавливали двигатель объемом 2 литра мощностью 135 и 138 лошадиных сил раф-4 первого поколения оснащался также механической либо автоматической коробкой передач и имел привод либо на передние либо на все колеса девяносто седьмого года раф-4 первого поколения получил также версию кузова тканевой крышей и прошел незначительный рестайлинг раф-4 уже первого поколения официально продавался на российском рынке второе поколение раф-4 выпускалась с 2000 по 2006 год сохранились как трехдверные так и пятидверные версии автомобиля по аналогии с первым поколением раф-4 выпускались автомобили с передним приводом в основном для рынка сша и японии и постоянным полным на автомобиль устанавливали бензиновые двигатели объемом 1.8 по 23 лошадиные силы на переднеприводные автомобили 2 литра 150 лошадиных сил 2.4 литра 161 лошадиная сила а также двухлитровый дизель на 116 лошадей модели 2001-2003 годов выпуска известны большим числом жалоб на кпп основная причина проблем которой неисправность электронного блока управления из-за этой проблемы тойота объявили отзывную кампанию и продляли гарантию на автомобиле 2001-2003 года до 10 лет но несмотря на это сама по себе автоматическая коробка передач устанавливаемая на этот автомобиль является довольно надежной тойота опубликовала список проблемных и ву рекомендуемых к ремонту или замене электронные блоки управления которые не входят в опубликованный список подобных проблем не вызывали в японии третье поколение раф-4 появилась продажи в ноябре 2005 года в сша и канаде в декабре 2005 а в европе 1 января 2006 раф-4 третьего поколения лишился трехдверной версии произошли изменения и в схеме полного привода он перестал быть постоянным полным для рынка сша выпускался удлиненный вариант кузова также имеется модификация шестицилиндровым двигателем рабочим объемом три с половиной литра в 2010 году состоялась презентация обновленного раф-4 феврале 2010 года раф-4 вышел с измененной головной и задней оптикой решетка радиатора стала интегрированной в передний бампер на ролевом колесе кроссовера появилась дополнительные клавиши управления в базовую комплектацию вошел линейный аудио вход мультимедийной системы сша вместо двигателя 2 и 4 стали предлагать 2 и 5 на 220 лошадиных сил мотор 2 литра увеличился до 158 лошадиных сил вместо автомата стали предлагать вариатор а вместо 5 скоростной механической коробки передач стали предлагать 6 скоростной с 2011 года добавилась версия с длинной колесной базой тойота раф-4 3 lwb длина автомобиля составляла 4625 миллиметров за счет увеличения расстояния между осями возрос объем багажника а пространство между передним и задним рядами сидений в обновленной версии раф-4 составляет 865 миллиметров в базовой версии это было всего 800 в россии тойота раф-4 2011 года представлены на женевском автошоу весной 2010 года начала официально продаваться с 1 июля 2010 года фактически новый раф-4 представляет собой модернизированный кроссовер 2006 модельного года хотя с 2005 года он в производстве изменения коснулись внешности комплектации одного из двух доступных россии двигателей и гаммы коробок передач внешний раф-4 2010 модельного года также изменился машина получила иные капот решетку радиатора и передний бампер сменили и дизайн колесных дисков передняя часть кроссовера стала несколько напоминать популярную камри рестайлинг экстерьера не коснулся длиннобазной версии а в японии раф-4 lwb снова внешним видом был доступен как тойота вангвард в октябре 2011 года было изменено количество лошадиных сил двигателя со 150 на 148 для экономии на транспортном налоге на территории российской федерации премьера раф-4 четвертого поколения состоялась на мотор-шоу в лос-анджелесе в конце ноября 2012 года гроссовер заметно прибавил размеров по сравнению с предшественником продажи новинки стартовали в начале 2013 базовым двигателем остался двухлитровый бензиновый мотор на 150 лошадиных сил который агрегатируется с 6-ти ступенчатой механической коробки передачи или вариатором а вот вместо двигателя 2.4 на 170 лошадей предлагается силовой агрегат объемом 2.5 на 180 лошадей который работает твари только с автоматической коробкой передач такой же которая устанавливалась на седан камри также предлагается два турбодизеля запасное колесо с пятой двери перенесли в багажник при этом оно перестало быть полноразмерным по информации распространяемой дилерами тойота на территории снг продаются автомобили собраны на заводе в японии однако компания тойота располагает производственными мощностями в китае где даже организовано производство двигателей для этой модели при том что в самом китае данный автомобиль особой популярностью не пользуется ежегодно продажи в китае составляют в районе 10 тысяч штук продажи китайского клона шеви тига около 70 тысяч в год мощность же фав тойота где собирают рав 4 до 135 тысяч штук в год самый популярный кроссовер в мире в первой половине 2018 года был продан 408 тысяч экземпляров новое поколение дебютировала в марте 2018 года на нью-йоркском автосалоне старт продаж запланирован был на середину 2019 года тойота raw 4 5 поколения оснащается бензиновым атмосферным новым двигателем серии динамик форс объемом 2 литра 150 лошадиных сил а также два с половиной литра на 200 лошадиных сил лучшее сгорание топливной смеси во всем рабочем диапазоне оборотов двигателей серии динамик форс обеспечивает прирост мощности лучшую отзывчивость и пониженный расход топлива будет доступен восьмиступенчатый автомат а также бесступенчатый вариатор на модели раф 4 предлагаются две системы полного привода традиционной комплектации комфорт автоматически подключает задние колеса при пробуксовке передних и полноприводная трансмиссия с двумя раздельными муфтами на каждом из задних колес что хотелось бы рассказать о этой модельке моделька одна из первых нашей коллекции как одна из первых из первого полтинника стоит на полочках очень давно фотография у нас первого полтинника стараемся большей частью это обозревать пока что-нибудь из этого действительно что у нас по юбилеям как бы такие интересные модели возникают на юбилея в основном вот а так то в общем количестве обзоров у нас идут на первом месте первый полтинник ну и естественно модели которые куплены на деньги спонсоров или подарены вами такой вот интересный у нас там товарищ припарковался такой аярок модель одна из первых отсутствуют у нас как всегда пластиковые вставки есть только штамп на дверях больше в этой модели в принципе ничего не открывается стандартный моторчик классический что кстати интересно в этой модели не помимо открывания дверей и есть еще и имитация двигателя после открывания капота что довольно таки редко для кинсмарта так что в ближайшем будущем наверно поговорим об этой модели колесо которое потом уедет у нас в багажник перестанет быть полноразмерным что интересно раф 4 по сегодняшний день является самым угоняемым автомобилем на территории россии это конечно прискорбная статистика для него но опять же означает то что люди им интересуются этим автомобилем ну не конкретно этим а семейством раф 4 в общем вот и очень жалко что именно из раф автомобиля то есть для активного отдыха автомобиль у нас вот ушел в премиум сегмент паркетников что конечно довольно печально для него очень жалко потому что у молодежи бы пользовались популярностью ну конечно моё субъективное мнение мне кажется пользовались бы популярностью такие вот именно небольшие автомобили именно в качестве активного отдыха интересный автомобильчик конечно подище то в принципе небольшого у вас большого вышлом по никакого нет все вполне классическая надпись раб 4 компания кинсмарт 32 масштабе моделька у нас представлена четырех окрасах как всегда классические приятная моделька интересная игрушка для детей жалко что не сделано не реализовано у нас не остекление не не рамка двери то есть у нас просто сама дверь в отличие даже допустим от другой компании и остекление у нас реализовано небольшое хотя бы на стекле подобие рамки хотя бы все таки по приятнее но это уже более модельная чем игрушечная для игрушки то в принципе это вполне себе что такое у нас получился обзорчик с интересным кротом да и кстати скажите интересен ли будет такой задний фон том плане потому что мне как бы из подписчиков сказали что джойстики это интересно но это не формат канала попробуй поменять фон что вы скажете об этом всем жду ваши комментарии кто не подписан подписывайтесь на канал ставьте колокольчики лайки опционально плюс удачи скажем так и до новых встреч пока пока удачи удачи удачи